Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Всем еще раз привет, дорогие друзья. Это God Hunt, это квалификация к International 2014 в регионе Азии. Это Arrow Gaming против Минески. Можно сказать, что это фавориты на данный момент. Ну, сейчас мы откроем сетку и все с вами увидим сами. Arrow идут со статой 5 игр, 5 побед, 15 очков. Следом за ними их оппоненты Минески. 5 игр, 4 победы, 1 поражение, 12 очков. И сейчас будет заруба очень-очень сильная за лидерство, грубо говоря, в турнирной сетке. Ну и перейдем к пикам. Я уже немного совсем задержался. Arrow Gaming. Doom Shadow Demon. Он ферст-пиками. Минески забирают себе Инвокера и Врейд Кинга. В бане находится Ланая, Никс, Вайпер, Ликантроп от Минески. Arrow Gaming избавляется от Наги, Бэтрайдера, Кентавра и Аппарата. Третий пик. 50 секунд бонус тайма. Посмотрим. Arrow пока ни одного поражения. Брюмастер. Достаточно популярный герой на данный момент в этом регионе. Да и не только в этом. В принципе, в Америке тоже активно использовался. Как-то так. Ну и Минески. Чем ответят? Есть Медловый Инвокер, который сегодня также заезжает на Ура. Играет обычно через ЕМП и Торнадо. Хотя вот только сейчас команду Zephyr просто истязали инвокером с Мейлштормом. Ну что, минута 35. Бонус тайм. Третий пик. Непонятно, куда пока отправится Райт Кинг. То ли это саппорт, то ли это оффлейнер. Как сегодня уже играли ребята. Возможно, это Мейн Керри. Сейчас начнут появляться саппорты. Неплохо было бы избавиться от Патмы, которая легко может появиться у Arrow Gaming, потому что есть уже Shadow Demon. И Патма зайдет неплохо в связочку. Последний, кстати, матч сегодня на этом канале. Также, в принципе, и на остальных каналах заключающие катки сейчас будут начинаться или уже идут. Ну, а сегодня вечером в 22 сет, 11 по Киеву, начнется Best of 1 гранд финала квалификаций, который будем комментировать с Каспером. Это Америка будет доигрываться. Та последняя катка, которая не доигралась. Так что... Патму забирают, чтобы не банить. Да, Минески. Не хотели отдавать ее под Shadow Demon. Правильное, наверное, решение. Так что, так, приходите вечерком. Мы будем уже отоспавшиеся, отдохнувшиеся. Готовы комментировать. Тен секунд ремейнинг. Пять секунд ремейнинг. Резерв тайм. Даззл. Ну, кстати, тоже отличная связка с Shadow Demon. Патхил иллюзий. Много дэмэджа будет залетать. Чем ответят Минески. Патма. Рейтинг. Станов, в принципе, предостаточно. Особенно, если инвокер будет играть через какой-нибудь колд снэп, то дизейбла здесь более чем достаточно. Тен секунд ремейнинг. И пойдет бонус тайм, которого, кстати, уже не так много. Тен секунд ремейнинг. Резерв тайм. Тен секунд ремейнинг. Резерв тайм. Что, 15 секунд? Пора уже сделать выбор. Должен появиться какой-то саппорт. Это Тайт Хантер. Хотя, возможно, это будет и оффлейн. Как в последнее время обычные есть. Ну и тут же банится Дизраптор. Чего не хватает Минески? Точнее, чего не хватает Ару? От чего избавиться Минески? Это должен быть какой-то мейнкерри. Потому что есть Дум, который, судя по всему, пойдет на оффлейн. Шадл Демон. Дазл. Кто под это заезжает? Я на самом деле не знаю, кто под это заезжает. Может быть, Войт какой-нибудь? Ну и минус почему-то Дарксир. Все же думают, что здесь Дум будет в качестве мейнкерри. Дарксир. Да, Морфлинг появляется. Дум все-таки и будет на оффлейне. Появляется в качестве мейнкерри. Морф. Ну и чем ответить под Морфа? Это Шейкер. Ох-ох-ох-ох-ох. Вот этого пацана давно не было видно в профессиональной доте. Ну что, распрыгиваются ребята по героям и непосредственно через буквально несколько секунд мы начнем. Осталось забрать Дума, Патму и Шейкера. Битва лидера в сетке. Ну что, Патма и Шейкер? Даже не вижу отчета, чтобы это все пропало. Ну что ж, кто на ком и кто куда. Команда Минески. Инвокер. На нем играет Гигабайт. Ова играет на Шейкере. Джейси. Лаш. Тайткантер. Г. Играет на Патме. И Асхикс играет на Кинге. Команда Аррол. Джонни. Шадл Демон. Ланс. Морфлинг. Ксиангзай. Дум. Мазон играет на Дазли. И ДДЗ. Брюмастер. Будет ли у нас в начале стычка? Сейчас увидим. Тайт. Нет, ставит вард на чужую половину, чтобы контролить мидл. И отходит. Вот так решили сделать Минески. Стычки в начале не будет. Ну что, Патма, судя по всему, будет роумящей. Я так понимаю. Вряд ли это мейнкерри Патма. Мейнкерри, судя по всему, будет Райт Кинг. Хотя посмотрим. Да, по наличию вардов и смоков, все-таки будет роумить. Ну, а Тайт с миной отправляется на... Какие-то странные мины немного, напомню. Цепь у нее какая-то деревянная. Руна Инвиза. Которую может, в принципе, забрать Скельтон Кинг или Шейкер. Вот я думаю, Шейкеру пригодится. Да. С Фиссуриной может попробовать ее даже реализовать. И Шаттл Демон заходит, ставит Сентри Вард. Блочит спауны, если что. Чтобы Тайт Хантер не мог наделать стаков и Анчер Смешем все это дело заформить. Да, грамотное решение. Ну и пивасик. Пивасик от Брюмастера началось. В последнее время это очень модный вид раскачивания Брюмастера. Стояние на медлей. На первом уровне уже 45% миссов. Да. Думаю, тут такое трудновато. Шейкер, Фиссурина, А, Ролл. Ну а что дальше? Дальше ничего есть. Только подблочит Шейкер очень грамотно. Да, у нее это получается. До следующей Фиссуры он, конечно, не это терпит. Манси думал. Как же классно сейчас играет Минески, но килл заберет Рошан. Да. Киллит 2 и Рошан. Экспы не достается. Минески просто здорово расконтролили Шейкер. Просто господь бог контроля. И так классно заблочить. Не отпускать енами очень долго. Ну и по итогу загнал он Рошана. Ну и решение, конечно, от Дума пойти отдаться Рошану тоже очень грамотное. Прекрасно понимает, что на уфлейне никого не появится. Скелетон Кинг может здесь спокойно стоять. Не знаю, есть ли смысл пушить Лайн или наоборот держать его на месте. Может он уже приобрести себе базилку и спокойненько идёт давить Лайн. Нет, решает держать Лайн пока на месте. А нет, я вижу, что включается автоатака, грубо говоря. И поэтому, возможно, даже пуш будет. Ну что-то. По-прежнему первый пивас. Но инвокерам всё равно неприятно. Такое количество месов, 45%. Это геймп. Вот без маны оставляет ДДЗ здесь абсолютно на нуле. Ну ничего, как-то справляется. Шадл Демон спрятал. Ну а что сможет сделать? А тут нет, ничего сделать не получится. Подходит за Тайт Хантер, может даже помажет флаской. Или нет, не стал. Нет, не стал мазать флаской. Пропулил всего лишь на танкусы. Ну и Скелетон Кинг пойдёт ли за базилкой? Вот что-то с латхитом проблемы небольшие у Скелетон Кинга. Очень часто он не бьёт крипов, у которых малый хп, и не получает за них деньги. Я слышал, что это черевата последствиями. Недостатком фарма, например. Да, собирает базилку. Ну и Дум будет возвращаться на лейн, конечно же, с сапогом. Тут же ломит, понимает, что здесь огромное количество экспы. И надо как-то это её подхоботить. Ну и потихонечку, потихонечку тавра начинает падать. Да, уже минус 300 хп. 400 хп позади. Вышка отваливается очень быстро. Придётся, наверное, юзать фортификейшн. Здесь Патма огоняет Дума. И Тайт Хантера даётся нейтрал крипам. Где это произошло? На ботам. Начинает падать вышка. Фортификейшн уже нет. Дунает некому. Чем быстро Минески взяли и заделал, и что первый тавр упадёт ещё до пятой минуты. Достаточно быстро. Здесь уже и Патма. Выстрел от катапульты. Оставляет вышку Кингу. Кинг её забирает. Будет быстрый ПТ, наверное. Может быть, оставит на Тайгер. Сейчас посмотрим. Будет ли ответочка на топе. Кинга машет, машет своей штукой. Да, есть лайфстил, поэтому может и потанковать чуть-чуть крипов, и что на себя подержать. Ну, там делаются отводы, значит, что хотят вернуть лайн на место. Тайгхантер третьего уровня. Сапог от хилка 450 на руках. Как-то так. Инвокер пятого уровня. Есть физы. Тут тоже пятый уровень. Покриптация. Топовые морфинга 27 на 9. Шадоу Демон спрятал. Есть дебаф. У Тайда проблемы. Пошёл под хил. Ну, и морф, конечно, забирает вообще без проблем. Перекачанный в ловкость. Несмотря на анчорсмэш и недостаток атаки, ну, это никак не помешало. Это ферст-блат в исполнении команды Ару. И мы видим, что пока топовый крипстат также принадлежит игрокам команды Стрела. Тайд хантер. Посидишь, что я уровень? Тайд хантер. Да, четвёртый уровень. Ещё долго до получения шестого. Так, секунду. Вот вы пишите про акустику. Не знаю, почему это акустика. Секунду. Кустика, потому что какие-то балбесы постоянно закрывают дверь в студию. И из-за того, что она небольшая и квадратная, а кроме стола и компьютера здесь нет, ничего, получается отскоки звука. Так, в медле. Должна быть тычка. Есть тычка. У шейкера проблемы. Минус шейкер. Ходжин тачный инвокер. Инвокер пытается бежать. И вот тут панды. Пошёл. Булыжник по голове. Есть оглушение, сотрясение. Пытаются его забить. Нет. Лейл Дессон. Придётся уходить. Да, есть ещё и сейф ТП. Фиссурина. Фиссурина. Спрятал себя. Клэп. Минус инвокер. Инвокер забрали. Шадл Демон тоже, скорее всего, погибнет. Погибает Шадл Демон. Здесь Тайт Хантер, но он уже без маны. Наваливает ему иллюзии. Подходит сюда Дум. Есть, если что, вейв. Пошёл. Пойден тач. Разойдутся. 4-2. Общий счёт в пользу Арл. Важно, что всё это время морфинг находится на топе. И сейчас начнёт сносить вышку. Хватит у него возможности. Очень рано провели фортификейшн. Морф бьёт до сих пор крипов. Сейчас будет вейв. Нет, не будет вейв. Есть ТП. Со звуком в ТОТ-2 ТВ должно быть всё нормально. Я не знаю, что там можно настроить. В принципе, ничего не менялось. Морфлинг. Есть репликейт. Репликейт где находится? Ага. Репликейт надо сныкать. Это репликейт инвокера. ТП на базу. Сейчас морф быстренько восстановится. И вернётся на реплу. И лазл пытается включить чистый уровень. Что? Кинг. Мидос. Базилка. 500 на руках. Потихонечку, потихонечку фармит. Есть седьмой уровень. Есть реинкарнация. Я, думаю, если даже попробую сейчас как-то массово подраться, пока морф не может участвовать в файтах. У него особо ничего нет. Можно попробовать где-то кого-то поубивать. У рюмастера тоже есть ультимейт. Выходит. В смаке есть торнадо. Сейчас будут цеплять. Морф. Будет ли ЕМП? Пошло торнадо. Есть ЕМП. Пошёл колдснэп. Морфлинг. Уходит на вейве. Остаётся без маны полностью. Пошёл плейжен тач. Там, тем временем, брюмастер забирает тэдхантера в медле. Ну, а здесь не получится ничего сделать. Морф плюс армор. Минус армор инвокер. И здесь можно ещё и лещей отхватить, если что. Что по графикам? Десятая минута. АРО выигрывает около 750 по золоту. Полторы тысячи уже по XP. Вот по XP уже очень много. Несмотря на присутствие Мидаса. Это никак ситуацию не спасает. Думаю, будут играть через Мекку. Прилетают к нему Аркан и Хедреско. Но вот бед. Морф потихонечку, потихонечку здесь с вышкой и разберётся. Шадл Демон. Пошёл быковать. Он должен догадываться, что это репликейт. Хотя вышка всё равно упадёт. Дефать здесь некому. Да, забирает йо Морф. Смотрите, Клитон Кинг. ПТ. Следом, наверное, будет Армлетт собираться. Может, конечно, Мелл Шторм. Посмотрим. Что-то из этого наверняка. Может, вообще в БКБ пойдёт. Но тут потихонечку инвокер идёт к Арчиду. Морф. Даггер появляется у Брю Мастера. Есть руна Инвиза. Ультимейт через 15 секунд. Можно попробовать где-то что-то синициировать. Это Шадл Демон. Транквилл Урна. Для саппорта неплохо. Сейчас ещё дебаф появится. Не знаю, что страшнее, на самом деле. Скорее всего, Морф в лейте просто изничтожает Райт Кинга. Поэтому, наверное, стоит обратить некое внимание на Морфлинга и как-то приостановить его фарм. Там же есть Персиверанс. Сейчас ещё потихонечку появится Линка. Все прекрасно понимают, что фарм Морфан на этом не ограничится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Торнадо. Мимо. А Ролл тоже мимо. Понимают, что здесь слишком много народу. Хотя потянули и запрыгнул. Клаб. Ну, что-то непонятная инициация какая-то, на самом деле. Булыжник. Ну и отходит. Тем временем, Морф пытается подпушить Т2. Вейв забирает крипов. Ну и потихонечку Т2 будет падать. Надо уходить на репликейт, на самом деле, потому что тут обходит уже. Да, уходит отсюда Морф. Вышечку чуть-чуть подтаранить. Ну что, Брюмастер пятый уровень. Тайт. Есть Равейдж. Даггера, правда, нет. И цепануть особо нечем. Уходит отсюда Брюмастер на даггере. А Морф сместился на ботом. И здесь Лайн отпушивает. Продолжает фармить. 1300 есть. Чуть-чуть остается на ультимейт торбо. Дазл седьмого уровня. Что здесь есть? Здесь 200 у Кинга. Инвокер. Один обливион став уже почти хватает. На второй чуть-чуть совсем остается. Ну и к минуте к пятнадцатой. Даже, наверное, раньше будет Орчет. Спрятали. Будет какая-то ответочка? Нет, не будет. В любом случае здесь есть реинкарнация, поэтому смысла долбить. С Клитон Кингви нет. А Роу кого-нибудь. Прилетает мимо. Ну, Дум погибает. Так, берите Моннилокера. Отличный Рорейш. Сцепляют здесь еще и Джонни. Джонни. Есть Грейв. На ТП-аут нет маны. Там урну накинули. Давлю. Вот ключетный минус. Гашем еще в лицо. Тайтхантер его забирает. Приближает себя к даггеру. Подходит еще на вышку. Ну, минные скин начали нормально огрызаться. 4-5. Просто безразменно разваливают. И может все это очень плохо закончится. Вышка тоже начинает падать у инвокера. Есть уже второй облиден стаф. Запрыгивает. Клэп. Тайтхантер. Инвиз. Отличный Торнадо. По троимках здорово играет инвокер. Пытается уйти отсюда. Тайт. Тайт уходит. Надо его только подхилить. Есть чем подхилить? Подхилить пока нечем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто разобрали здесь брюмастера. Без шансов. Остались под мунлайтом. Орол, фиссура, все дела. До свидос. Что у морфа? Морфа хватает на ультимейтор. Пора бы его втарить. Что Орол сейчас плотненько наполучали лещей. Да, мы видим по графикам с двух тысяч упало все до тысячи. По экспе с полтора до нуля. Патма. Писурина. Орол спрятал себя. Правильно сделал. Потому что могло все очень плохо закончиться. Гигабайт. Цепляют. Ну, тут под камешкой никуда не уйти. Явно цепляют и... Патма. Подняли. У Патмы есть лип? Липы нет. Это минус еще и Патма. Минус Патма. Разваливается кинг. Кинг встанет через три секунды. Но куда он здесь денется? Есть все, что надо. Повесили на нее дум. Инвокер. ГМП. Выжиг ману. Клэп. Ну, кинг отваливается. Кинг отваливается. Можно попробовать еще инвокера цепануть. Но его решили пощадить. Хотя даггер шли четыре секунды и могут запрыгнуть. Да, вот сейчас Орол наносит ответный удар просто. Пошел плюс армор. Ну и упадет вышка. Тем временем на ботами морф тоже пушит. И остается мы вот-вот до линки. Ой-ой-ой, пятисекундочка. Но вовремя включена перекачка, поэтому трудно будет забрать. Да, потратили абсолютно все и просто морф уходит. Понимают, ребята, что не забрать его даже с раскастом. Есть на линку. А тут переюзали все арканчики. С арканчиками все хорошо. И пойдут дальше давить. В касту. Собирает шаттл демон. Пойдет инициировать. У ремастера через несколько опыта будет уже второй ультимейт. Стан. Ну, здесь бремастер скорее всего развалится. Да, ману у него в любом случае нет. Ультимейт он провязать не смог. И в Минеске забирают мидера команды Орол. Пусть вдвоем, пусть через торчит. Но тут это не важно. Факт в том, что он погиб. Плюс армор или что? Задумали подраться в миде? Вроде как не все. Инвокер, драться... Точнее, по-моему, единственный, кто в миде есть, инвокер. Как его тут цепануть? В смоке. Выходит на миду. Но драки там, наверное, не состоится. Разве что пытаются подцепить думу. Думу, правда, уже настакалось миллион армора. И убить его будет трудно. Морф. Морф продолжает фармить. Да, через воевые ману уже экономить необязательно. С линкой Ригген очень хороший. Морф. Улетает в миду. Мидея стычка. Даза уже погиб. Кинг летает. Минус шейкер. Ну и получает дум. Тут по барабану есть реинкарнация. Поэтому встанет и видит, что Джонни. Как он выживает, я не знаю. Пока жив. Вешает турнир на себя. Нет, все-таки сбрили его. Падает кинг. Все в слоу. Это ненадолго. Все встают. У морфа нет маны. Есть еще по-прежнему линка. Пошло и мп. Дум, скорее всего, будет минус. Минус дум. Цеплять должны морфинга. Уходит на ваеве. Пойдет ли ару или что-нибудь. Тысячечка. Нет, забрать не получится. Вот надо просто идти дальше пушить, наверное. Шейкер. С дайдером будет через тысячу. Но придется попотеть еще. 9-9. Минески все-таки сопротивляются. 20 минут игры позади. Что по графикам? Около 5000 было преимущество ару. Остается около 4. И 0 по хп. Мокеру прилетает угроклав. Морф. Емп. Выталкивать форстафом. Да. У нас вовремя появился этот артефакт. Иначе могла бы быть беда. Шадоу демон. Викер с дабл дэмэджем, кстати. Я не знаю, стоило ли за ним гнаться. Вот это и есть дайгер. У Кинга есть дайгер. У всех есть дайгер. Все могут инициировать. У Шейкера нет дайгера. Ну через 600 тоже будет. Морф. Абсолютно без маны. Есть где-то репликейт, но не хватает. И стиков у него нет. Его можно сейчас легко цеплять. Просто только... Ой-ой-ой-ой. Сейчас инвокер может подставиться. Ставится сентри. Пошли арканчики. Морф остается тут. Еще один сентри. Клэп. Должны спрятать. Вейв. Дум. Ну и минус инвокер. Да, минус инвокер. Здесь еще патму. Патму спрятали. Есть ли ревейдж. Ревейдж нет еще 10 секунд. Патма. Есть ли лип. Липа нет. Ой-ой-ой-ой-ой. А, это байбэк от инвокера. Все нормально. Торнадо здесь всех расшугал. Но не всех. Скельтон Кинг отдается. Это минус 2 на пустом месте от Ароу. Летает патма. Булыжник. Булыжник пошел. Минус патма. Минус 3 на пустом месте. Байбэк от инвокера. Начинает падать вышка. Морф уже наваливает очень неплохо. Появляется гост. До шотгана остается 2300. Ну что-либо здесь делать уже будет очень трудно сейчас ребятам. К ЕМП. Морф заберет вышку. Это шадоут демон делает ласт хит. Спрятали морфа. Ревейдж. Морфинга пытается спонуть. Не ввести репликейт. И уходит на репликейт. Да, какой раз уже на морфинга тратится огромное количество спилов. Но не хватает банально дэмэджа, чтобы его убить. Он просто улетает. Ревейдж. Морфу еще чуть-чуть-чуть. Чем тут есть отвечать? У Кинган появится ли что-нибудь хотя бы? Появляется Митрио Хаммер. Это Мэл Шторм. Скорее всего, у Патмы ничего нет, кроме урны и ПТ. Рошан. Да, в соло, конечно, морфу тяжело. Залетает сюда Орл. Пяти секундочек. Морф, наверное, говорит спасибо. Тихонечку наваливает. Нет, ну тут без медальки и так далее. Забрать его будет очень трудно. Понятное дело, что есть подхил от Даззла и так далее. Но, в сути дела, не меняет. Орл. Еще одна пятисекундочка. И все это в Рошана. Торнадо. ЕМП. Шадоу Демон. Есть в центре. Должны спрятать. Дум. Повесили. Ну и просто разваливают. Минус Инвокер. Пятьсекунд его не будет. И вот теперь спокойно можно забирать Рошана. Ничего не мешает. Можно даже пойти в мидл забрать Т2. Наверное, да. Наверное, можно. Я думаю, ребята этим и займутся. Нет, забирается уже Рошана. Тайдхантер готов лететь с Дайгера. Только толку влетать. У них нету Равейджа. И Рошан за это время уже упадет. Запрыгнул Тайд. Адаптив Страйк. Клэп. Минус Армор. Погибает Тайд. И... Забирает Аегис. Так, а кто? А, Брюмастер. Окей. Я не знаю, стоил ли этот врыв от Тайдхантера вот этой попытки. Да, конечно, если бы он добил Рошана, было бы круто. Но вот так отдаться еще раз, это не есть хорошо. Почти Аганим. Или может уже летит даже... Да, летит Аганим уже. Диди Зет. Так что будет сейчас все в этом файте уже очень печально. Что там у Марфа? У Марфа уже есть шотган, есть линка, 500 на руках, 15 уровень. Все великолепно. Сейчас дальше заберется Яша, Манта Стайл, Баттерфляй. На этом, я думаю, игра будет заканчиваться. Что переживать здесь нечему. Да, круто, что есть Арчит, круто, что есть огромное количество станов, но убить Марфа очень-очень трудно. Ну что, заход в мидл. Да, чувствую сейчас Арау, он небольшое свое преимущество, но оно около 7500 по золоту, 5000 по ХПМ, 25-е минуты игры. И не бояться, не бояться, под Дазлом идут, плюс Армора очень много. Второй уровень ультимейта. Морд стоит и просто пилит вышку. У него 1200 хп, он ничего не боится, заходит сюда еще Брюмастер, у него есть ультимейт. Что, Шейкер будет спрыгивать? Зашел, Равейдж, отлично, вгрызаются в Морфа, должны затыкать. Дум, очень много дэмэджа, но Ворф все это переживает, еще и получает Грейв, перекачался и Скелетон Кинг пока не сделал ни одной тычки. Проблема у Инвокера, Инвокер погибает, летает здесь СК, СК, кружится и вертится, Скелетончик пытается уйти, спрятали его, никуда уйти не получится, сейчас будет подхил, есть подхил, встанет через 3 секунды и, я думаю, по-новому его накажут. Встает, пытается уйти, пошел плюс Армор. Как же больно тыкает Морф. Это минус 3 в 0, не потратили, по-моему, даже Аегис, да, Аегис по-прежнему у Брюмастера. И могут спокойно закатить на хайграунд. Здесь есть Катапульта, 3 героев нет, Скелетон Кинг не будет 50 секунд, Шейкер откидывается Фиссуриной, но отдают Катапульту, продано просто. Морфник собирает воевом и начинает пилить вышку. Пошел фортификейшн. Так, круто, резница инвокер через секунду, а ролл пролетает мимо. Фиссурина можно было это как-то совместить. Тазал подхиливает, пошел опять кунцармор, минус. Патмо просто взорвали. ДМП, не остается маны, но есть еще Аегис, поэтому спокойненько, спокойненько фармят. Минус вышка, начинают падать милишные бараки, Морф решил поломать рейнджовые, наверное, фаральное решение, потому что милишные можно и не успеть. А вот рейнджовые упали по люку. Хотя, наверное, так запрыгивает Морфа. Ой, как чрезарчить, больно-то погибает здесь Морф, минут его не будет. И погоня, Торнадо. По двоим не успели уйти. Анчор смеш, Шадл Демон, скорее всего, погибнет. Типаут от Даззла. Даззл улетает. Но Шадл Демон, конечно, нет. Минус 2 от Минески. В любом случае, рейнджовые барака не потеряли. Морф сейчас 40 секунд будет резаться. Появляется у него Яша. Но Брюмастер, не знаю, почему с Аегисом, надо было как раз-таки ему подставляться. Ну что же, что появится. Появляются Трэвела. Барабан у Тайтхантера. Шадл Демон, полторы тысячи на руках. Ну тут у Кинга ничего нового нет. Вот единственное, что они могут попробовать забрать Т2, да, за это время. Пока 10 секунд нет Морфлинга. Здесь фортификейшна нет. Но трудно опять же будет. Да, Морф уже с Яшей сейчас ваншотать будет Морфу гораздо легче. Нету никакой линки, и поэтому отваливаются здесь потмы и так далее. Изи. Ну что, будет стычка эта? Брюмастера можно успеть убить за Арчид. Шадл Демон. Находят. Ну просто офисит, тут же Рэвэдж, но не слишком ли много в одного Шадл Демона-то? Разобрали Шадл Демона. Изэрил. Патма жила. Пошло ЕМП. Вейв. На Патму. Напрыгнул. Пока есть мана. Шадл Демон байбэк. Сгрызаются в дума. Уже много демэджа. Но грызть надо не тех. Да, здесь погибнет Скинг, но это будет Слоу. Пытается улететь отсюда. Лео Дес. Сбили. Танет. Минус. Тут без шансов. Скинтон Кинг тоже погибает. Разбирает здесь Брюмастер. Скинтон Кинг кто забрал. А тут еще Инвокер погибает от Морфинга. Ой-ой-ой. Смог. Морф. Адаптив страйк. Изэрил. Ну, это скорее всего минус. Вряд ли Патма отсюда уйдет. Есть Слоу. Клэп. И можно даже завалиться за Шейкером. Заваливается за Шейкером. Ультимейта у нее нет. Минус Шейкер. Это минус 5 на 2. Дазл уже реснулся. Шадл Демон делал байбэк. А Роу побеждает в этой катке. Определенно уже более 12 тысяч преимущества. Слишком долго ресится Минески. И просто будет заход, заход и разлом. Там Милишный Барак падает от крипов. Катапульта могла бы помочь, но она расстреливает унитазы. Фортификейшна нет. Да, очень быстро падает Тавр. Переключается тут же, наверное, на Милишный Барак. Да, Морф решил в этот раз Милишный колотить. Да, пошел плюс Армор. Тут уже вторая сторона, наверное, осыпается. Хотя нет, тут еще пол ХП у Милишного. На него как раз таки смещаются. Дум запрыгнул. Есть стан по двоим. Неплохо. А Роу получает по лицу. Скельтон Кинг березается. Дума спрятали. ЕМП. Дум включает БКВ и просто уходит. Пытается дотыкать Барак здесь. Возможно, даже получится. Нет, уходит. С дакера. А где Морф тем временем? Из Ариал. Минус Инвокер. Получает Арл. Успел включить, вроде как, перекачку. Маны нет. Единственная проблема. Сейчас будет ультимейт у Брюмастера. Брюмастер запрыгнул. Начинает наваливать Патмея. За Ивейдил стан. ГГ. ГГ пишет Джейд. Что ж, поздравляем. А Роу не по-прежнему продолжает свое сухопутное путешествие. Никак их не получается убить. Поэтому как-то так.